В этой подборке вы увидите невероятных гигантов. От огромных быков, змей и крокодилов, до самых гигантских древних существ, существовавших на Земле. Погнали! Знакомьтесь, это один из самых больших быков не только в Австралии, но и во всем мире. Его зовут Никерс, и этот рекордсмен вымахал до 194 сантиметров в холке и веса в 1400 кило. Рос этот бык на той же самой ферме, на которой выращивали и остальных животных, которые позже пускались на еду. Однако, в случае с Никерсом все было гораздо необычнее. Его рост не останавливался. Каждый год он достигал все новых и новых отметок и удивлял фермера. Единственным вариантом решения проблемы с его кормежкой была продажа быка на аукционе. Но у людей рука не поднималась на такое удивительное существо, поэтому Никерс остался с фермером. Говоря о самом быке, он с рождения выделялся на фоне остальных не только своими габаритами, но и необычным окрасом. Никерс покрыт черными и белыми пятнами. Коровы же имеют темно-коричневый окрас. Такие узоры выделяли его не только в глазах людей, но и в глазах представительниц противоположного пола. Бык всегда был окружен дамами. Положительным моментом его особенностей также является то, что хозяин всегда может увидеть издалека, где гуляют его подопечные. Яркий Никерс, глава стада, где он, там и все остальные. Что касается самок и их взаимоотношений с этим быком, к сожалению, дамам ни при каких обстоятельствах не покорить его сердце. В силу определенных обстоятельств он не может дать потомство. Подключившиеся к бурному обсуждению судьбы и жизни гиганта, ветеринары глядят в корень происходящего. В связи с некоторыми особенностями у бычка наблюдалась недостаточная выработка определенных гормонов. Это и отключило его репродуктивную функцию, а также механизм регулирования интенсивности роста. Между тем, у этого красавца все еще отменный аппетит. Ежедневно он поглощает 30 килограмм зерна и травы. К счастью для любителей крупных животных, Никерс не единственный громила в мире. К примеру, в Канаде живет, как его многие называют, брат австралийского быка. Его рост по некоторым источникам даже выше, чем у предыдущего гостя. Животное по кличке Дозер проживает в городе Виненпек в провинции Минитоба. И так же, как и Никерс, относится к галштино-фрисской породе. По словам владельца, несмотря на габариты животного, оно совершенно не пытается на кого-то напасть, захватить территорию или просто проявить агрессию. Кто-то посчитает такие размеры даром природы, но это не так. Дозер постоянно испытывает проблемы с задними ногами. У него болят сухожилия. Это вынуждает людей, которые за ним ухаживают, постоянно давать ему обезболивающий крем. Кстати, владелец Дозера тоже со временем от него отказался из-за нехватки времени для ухаживания за таким здоровяком. А как поступили бы вы? Продолжили бы присматривать за этим крепышом или отдали бы его в другие руки? Пишите в комментариях. Самая высокая корова в мире Но не только самцы могут удивлять своими размерами. Так существует в истории и крайне высокая корова, а точнее самая высокая из всех известных коров в мире. Ее звали Блоссом, и родом она была из Америки, штата Иллинойс. Корова относилась к галштино-фрисской породе, а ее рост превышал 193 сантиметра в холке. Забавно смотреть, как любящая хозяйка стоит рядом со своим животным и выглядит на фоне него, как какая-то маленькая девочка. А ведь когда-то соседи советовали Петти, как зовут хозяйку коровы, отдать ту на скотобойню. Блоссом была бесплодной, из-за чего не была способна одарить хозяйку ни молоком, ни потомством. Зачем такая корова на ферме? Правильно. Однако Петти слишком сильно к ней привязалась. Между ними проскочила какая-то искра, и корова осталось жить у женщины уже в качестве домашнего питомца. В такой уютной атмосфере вес ныне покойный Блоссом превысил отметку в 1300 килограмм, и она попала в Книгу рекордов Гиннесса. Быки ассоциируются у нас с крупными размерами и большим весом. Этого у них не отнять. Но бык по кличке Пончо стал известен благодаря совсем другой особенности. Этот техасский лонгхорн выделяется необыкновенными рогами, длина которых превышает 320 сантиметров. Повидаться с красавчиком можно в штате Алабама, США. По словам владельца, когда быку было еще 4 года, люди заметили его необыкновенный потенциал и стали пристально за этим наблюдать. Рога росли наружу, а не изгибались вверх. Это означало, что в таком положении они могут достичь большей ширины. Да и сам организм Пончо тоже не стоит недооценивать. Да, пускай он не рекордсмен по росту или весу, но и отнести его к обычным быкам язык не поворачивается. Этот громила обожает яблоки, морковь и зефир. К последнему у него вообще какая-то немыслимая страсть. На самом деле удивительно, как бык оказался именно в этой семье. Давным-давно люди впервые в жизни увидели лонгхорна и решили инвестировать свои деньги в эту породу. Они выкупили всех необходимых особей и стали разводить их у себя на ферме. Вот это я понимаю правильная инвестиция, которая с лихвой окупилась рождением рекордсмена Пончо. Быки, коровы, а что там с другими крупными фермерскими животными? Предлагаю взглянуть и на них. Петух-гигант. Курицы и петухи – те животные, без которых, кажется, не может существовать ни одна ферма. За ними легко ухаживать. Они приносят бесценные яйца. В общем, одни плюсы. К тому же, обычно эти существа довольно маленькие и юркие, не требуют много места. Но это точно не относится к нашему следующему гостю. Видео с этим петухом-гигантом попало в сеть и сразу собрало вокруг себя миллионы глаз. Люди не могли поверить, что на одной земле с ними ходит вот такой здоровяк. Он же выше волка и крупнее собаки. Как обычный петух смог так вырасти? Чем хозяева его кормили? Владелец петуха заверяет, что его любимец рос на обычных кормах, а с габаритами похлопотала мать природа. Но, несмотря на это, крупные размеры совсем не провоцируют петуха к агрессии или проявлению доминирования. Это очень добрая и воспитанная птица, которая никого не обидит. Гигантский осел. Осликов всегда показывают довольно миниатюрными и аккуратными. Однако сейчас я продемонстрирую вам рекордного осла, который вымахал размером с лошадь. Этот копытный парень по имени Ромул живет в Техасе. Его рост 173 сантиметра, а вес около 590 кило. Не переживайте, зоозащитник. За такие габариты никто его на лишнюю работу запрягать не стал. Скорее наоборот, осел стал идеально подходить на роль сторожевого пса. Таким образом, Ромул вместе со своим братом охраняет ферму, в то время как люди делают на ней все при помощи механизмов и машин. Распутин. Петух-гигант, огромный осел, множество крупных быков. Вроде все довольно логично, но при чем тут Распутин? Не спешите ломать себе голову. Это обычная кличка Козла из Австрии и не более того. Распутин еще в возрасте 8 лет попал в Книгу рекордов как козел с самым широким расстоянием между рогами. Это расстояние у него составляет 135 сантиметров. Мартин, хозяин рекордсмена, рассказал, что и не подумал бы номинировать Распутина на рекорд, но в какой-то момент заразился азартом фермеров соседей, постоянно измеряющих рога своих коз. Именно тогда мужчина понял, что его козел вполне может претендовать на рекорд, что в итоге и случилось. Первый на очереди – бык кианской породы. Эти создания также называются кьянини, а происходят они из Италии. На данный момент это самые крупные быки в мире, причем таковыми кьянини являются давно. Их вывели в Италии еще в древние времена и уже издревле. Они впечатляли всех своими невероятными мускулами. Быки и коровы этой породы очень большие. В холке их высота может достигать 180 сантиметров. Живая масса созданий с легкостью достигает 700-800 килограмм. И это только масса коров. Быки же намного крупнее и могут весить свыше тонны. Нередко встречаются океанские быки массой полторы тонны. А рекордсмен и вовсе весил почти две тонны. Эти быки впечатляют своими габаритами. Эти габариты даруют им невероятную природную силу, которую они могут использовать в разных отраслях. Например, в прошлом быков кианской породы часто использовали для работ в полях и перевозок грузов. В настоящее время этих быков используют на разных работах в сельском хозяйстве, а также на выставках, где на гигантов приходят посмотреть сотни людей. К сожалению, этих быков и коров также нередко забивают с целью получения мяса. С одного крупного быка можно собрать несколько сотен кило мяса, что делает кианине еще и выгодным в экономическом плане. Всех быков можно назвать очень большими, опасными и сильными. Однако титул самого сильного и опасного быка принадлежит не им, а конкретной особи – американскому быку по кличке Безрассудный. Он весил 860 килограмм и отличался просто невероятной мощью и зрелищностью. В 1990-х годах Безрассудный участвовал во многих соревнованиях Парадео, а седлать этого быка было практически нереально. Даже приковав себя к нему цепями, седок мог слететь с него, ведь Безрассудный дергался и сбрасывал с себя людей, используя все мышцы своего тела. Безрассудный даже наносил серьезные травмы и ранения ковбоям. За невероятную мощь и грозность он получил титул опаснейшего и сильнейшего быка планеты, а также титул легенды и величайшего быка, которого когда-либо седлали. Безрассудный выглядел мощно. Правда ведь? Бык представлял собой буквально скопление невероятных мускулов и силы. Но по сравнению с бельгийскими супер-быками он выглядит вполне обычно. Сложно сказать что-то насчет силы, но внешне это точно самые мощные быки всех времен. Просто посмотрите на этих гигантов. Это же настоящие бодибилдеры из мира быков и коров. Не зря их называют супер-быками. Бельгийские голубые, как их называют, это мясная порода крупного рогатого скота. Их начали разводить еще в 18 веке, и с тех пор ученым удалось вывести по-настоящему могучих животных. Бельгийские супер-быки такие мускулистые, не потому что проводят круглые сутки в качалке или употребляют какие-то препараты. Дело в том, что ученым удалось заставить миостанин мутировать в их организме. Это такой белок, который препятствует избыточному росту мышц. Из-за мутаций у бельгийских супер-быков и коров, по сути, нет никакого лимита для роста мышц. Поэтому они вырастают такими сильными и огромными. Масса такого здоровяка может запросто превышать тонну и представлять в основном мышцы, а не жир. С одной стороны, это очень хорошо. Рекордсмены дают много нежирного мяса и молока, обладают невероятной силой и внушительно выглядят. С другой стороны, у этих бельгийских бодибилдеров есть немало проблем. Зебу Зебу – необычный бык. Он распространен на территории индийского субконтинента. Помимо этого, зебу отличает и необычный внешний вид. У этого быка имеется горб и мешковатая кожа от шеи к передним ногам. Зебу – одна из древнейших пород во всем мире, о которой было известно еще в третьем тысячелетии до нашей эры. Зебу – не самые крупные быки. После всех гигантов, которых вы сегодня уже видели, они и вовсе кажутся какими-то крохами. Еще бы, ведь зебу редко весят более 200 килограмм. Несмотря на это, эти создания отличаются внушительной мощью. Мускулатура животного очень развита. Особенно у тех особей, которые используются в качестве тягловой силы. Но все же в основном зебу используют не в качестве рабочей силы, а как животных молочной породы. В день зебу может давать до трех литров молока жирностью до 8%. Помимо всего прочего, этих необычных быков отличает высокая устойчивость к насекомым, а также способность выдерживать высокие температуры. Безусловно, быки – очень мощные животные. Однако они далеко не самые сильные создания планеты. Им могут дать фору многие другие животные. От невероятно крупных лошадей и слонов до горилл и тигров. Смотрите дальше, чтобы увидеть других мощнейших животных планеты и узнать о них интересные факты. Лошади. Главный претендент на роль сильнейшего животного в мире – всем известная лошадь. По крайней мере, в сельском хозяйстве. Там этим ребятам едва ли можно найти достойную замену. Но, конечно, не все лошади могут похвастаться невероятной силой или размерами. По-настоящему могучих лишь единицы. Например, лошадь породы Брабансон. Также эта порода известна как бельгийская тяжеловозная лошадь. Кажется, в Бельгии знают, как разводить особо мощных животных. Вы ведь все еще помните тех быков-качков? Брабансоны отличаются невероятными габаритами. Их рост примерно такой же, как у человека, зато вес достигает почти тонны. Пользуясь своими габаритами, Брабансоны могут без особого труда перетаскивать тяжелые бревна, которые человек ни за что не поднял бы. Также несколько Брабансонов способны заменить целый трактор или протащить повозку с кучей лошадей. Способности Брабансонов поражают. Особо сильные лошади в паре могут протянуть вес массой даже в несколько тонн. Пожалуй, лишь одна порода лошадей может посоревноваться с Брабансонами в плане силы. И это английская тяжеловозная порода шайр. Эти животные еще крупнее. Их вес может превышать тонну. Реальный пример – конь по кличке Сампсон, которого вы видите на экране. Именно он считается крупнейшей лошадью всех времен. Шайры способны буксировать тяжелые грузы и тащить тяжести весом в 8 тонн. Смотрите, как это выглядит. Наверное, все дело в генетике. Ведь раньше именно этих лошадей использовали в транспортировке экстремально тяжелых вещей, а также в буксировке барж, кораблей и лодок. Шайры способны справиться почти с любыми весами и задачами в сельском хозяйстве. А по некоторым данным могут перетащить даже небольшой самолет с места на место. Это невероятное животное. Немногие могут посоперничать с мощными лошадями в плане силы, но слоны точно могут. Как-никак, это крупнейшие животные планеты, поэтому силы у них хоть отбавляй. Во-первых, у этих гигантов с хоботами очень мощные ноги. Они могут использовать их и чтобы затоптать неприятеля, который угрожает их жизни, и чтобы сдвинуть с места какой-нибудь тяжелый груз. Толкнуть машину с места на место или протянуть какую-то тяжесть для слона – сущий пустяк. Во-вторых, отдельного внимания достоин хобот слона. По сути, это просто невероятное устройство. Хобот может весить около 140 кило, иметь длину примерно 2 метра и насчитывать порядка 100 тысяч различных мышц. Насколько это много? Для сравнения, в человеческом организме насчитывается от 640 до 850 мышц. У слона в десятки раз больше мышц в одном только хоботе. С помощью него он может как аккуратно поднимать мелкие предметы, так и приподнимать бревна, таскать тяжелые грузы, вырывать деревья с корнями и так далее. Слон – незаменимый помощник во многих индийских хозяйствах. В Африке с этим сложнее, ведь заставить работать саванного слона куда труднее. Такой здоровяк сам решает, что будет делать и кому станет подчиняться. Что касается африканских слонов, то с ними соседствуют еще одни очень сильные животные – всем известные гориллы. Может, они не такие умные приматы, как те же шимпанзе, зато они просто нереально сильные. Ученые считают, что горилла примерно в 8-10 раз сильнее среднестатистического человека, и в это охотно уверится. Просто посмотрите на этих громил. Кажется, что все их тело – одна сплошная мышца. Гориллы отличаются феноменальными силовыми показателями. Они могут с легкостью выполнять силовые упражнения, которые многим людям дадутся с большим трудом. Могут устраивать эпичные бои между собой и буквально швырять друг друга, не прикладывая особой силы. Также гориллы одним прыжком или выпадом способны разбить даже бронированное стекло. Так что в зоопарках этих приматов лучше не злить. В ярости они способны на жуткие вещи. Что касается таскания тяжестей, то в отличие от лошадей или слонов, горилл не нанимают на такие работы. Однако ученые считают, что если горилла приложит усилия, то сможет приподнять или перевернуть предмет, который в 10 раз превышает ее собственную массу. Получается, они могут таскать тяжести массой полторы-две тонны, ведь сами приматы весят около 150-200 килограмм. Но и напоследок стоит упомянуть и домашних питомцев. Некоторые из них тоже отличаются невероятной силой. Например, собаки. Но, конечно, не все. Тот же шпиц или чихуахуа точно не помогут вам перенести тяжести или протащить тяжелый груз. Зато на это способны сенбернары. Их часто называют сильнейшими собаками планеты, и на то есть причины. Просто посмотрите, как эти хвостатые перетаскивают грузы и волочат за собой повозки и сани с людьми. Далеко не каждый пес способен на такое. А на это вообще способна не каждое животное. Эта собака сумела сдвинуть с места автомобиль. Удивительно, что при всей своей безумной мощи сенбернары считаются очень ласковыми созданиями, которые обожают своих хозяев. Они их обязательно защитят, но сами обижать не станут. Сейчас я расскажу вам о самых больших хищных рептилиях и змеях. Начнем с королей всех рептилий. Крокодилов. Самый крупный из них – грибнистый крокодил. Глядя на него, подозреваешь, что не все динозавры вымерли. Ну серьезно. Он такой огромный, что вполне мог бы обитать во времена тираннозавров. Это огромный монстр, который вырастает более пяти метров в длину и может весить более тонны. Это делает его не только самым большим крокодилом, но и крупнейшим наземным хищником планеты. Грибнистого крокодила еще называют соленоводным. Все потому, что в отличие от своих зубастых родственников, он отлично чувствует себя в морской воде. Туда он заплывает, чтобы навестить акул и подраться с ними. Он вообще любит со всеми драться, а охота ему только в удовольствие, ведь естественных врагов у него нет. Невероятная сила укуса, которая считается рекордной в современном мире, агрессия, мощь и напор делают эту рептилию одним из опаснейших существ всех времен. Удивляют грибнистые крокодилы не только этим, но и своими рекордсменами. Например, сейчас таковым является Кассиус. Это старый крокодил, который почти 40 лет живет в неволе в австралийском зоопарке. Кассиус – самый большой крокодил, содержащийся в неволе. Его длина составляет почти 5,5 метров, а вес около тонны. Рептилию пришлось поймать и поместить в вольер против ее воли. Ведь когда Кассиус был на свободе, он доставлял немало проблем австралийцам. Говорят, он даже был людоедом. Похожая история с этим монстром, которого вы сейчас видите. Это Лалонг – грибнистый крокодил из Филиппин, который в свое время побил все рекорды. В длину гигант превышал 6 метров, а весил более тонны. Его силы было достаточно, чтобы разорвать тросы с прочностью на разрыв в 6-12 тонн. Вот, смотрите, как он вырывается. Это Лалонг после того, как его поймали в ходе длительной операции. Жителям Филиппин пришлось это сделать, потому что Лалонг был крайне опасен и нападал на местный скот. В неволе он прожил недолго, и в 2013-м рекордсмен скончался. Его останки теперь выставляются в музее. Но даже это не предел. Считается, что самый большой крокодил был пойман и убит в 1955-м году. Сделали это Кристина и Рон Павловски. Фотография говорит сама за себя. В длину эта грибнистая громадина превышала 8,5 метров. Это почти габариты доисторических колоссальных крокодилов. Перейдем к змеям. Среди них тоже можно найти немало гигантов, но особенно ярко выделяются двое. Анаконда и... о втором расскажу чуть позже. Анаконду нередко называют королевой змей и амазонки. С этим трудно поспорить. Габариты у нее по-настоящему королевские. Анаконды очень массивные. У них очень толстое тело, которым они сокрушают своих оппонентов, затягивая их в плотные кольца. Выбраться из таких смертельных колец практически невозможно. Даже сильные аллигаторы не всегда умудряются освободиться от захвата. В этом анаконде помогает большой вес, а также приличная длина. Вообще, касательно длины, ходит немало разговоров. Кто-то считает, что существуют анаконды длиной до 20 метров. Но это очень маловероятно. Официальный рекордсмен был 5,2 метра в длину, а в целом анаконды почти никогда не превышают 5-метровую отметку. Тем не менее, есть исключения. Например, в 2016 году во время строительства дамбы рабочие обнаружили анаконду, которую вы видите на экране. По их словам, рептилия была около 10 метров в длину и весила 400 килограмм. Это почти вдвое больше официального рекордсмена. Причем сомневаться в словах рабочих не приходится. Видно, что рептилия реально колоссальная. К сожалению, официальные замеры проведены не были. Но это еще не все. В сети то и дело появляются кадры с еще более крупными змеями. Например, здесь автор видео снял анаконду, длина которой предположительно 15 метров. Неизвестно, так ли это на самом деле, но я не удивлюсь, если в Южной Америке найдут пару анаконд длиной более 10 метров. Сетчатый питон А вот и обещанный второй гигантский змей. Сетчатый питон – очередная огромная змея, поражающая своими размерами. Иначе и быть не могло, ведь это официально самая длинная змея планеты. Может, в плане массы сетчатые питоны и уступают анакондам, зато обычно они гораздо длиннее их. Для этих питонов в порядке вещей регулярно вырастать до 4, 5 и даже 6 метров. Рекордсмены еще больше. История знает несколько сетчатых питонов длиной более 7 метров. Действующий рекордсмен тоже входит в эту категорию. Это самка сетчатого питона по кличке Медуза. Ее длина превышает 7,5 метров. То есть она не намного меньше трехэтажного дома. Весит же эта рептилия около 160 килограммов. На данный момент это самая крупная змея, содержащаяся в неволе. Медуза уже много лет живет в Канзасе под присмотром работников из Full Moon Productions. Они не только заботятся о Медузе, но и привлекают ее к участию в своем шоу. Множество людей приходят посмотреть на столь невероятную рептилию. Комодский дракон Кого попало, драконом называть не стали бы. Комодский варан или Комодский дракон вполне подстать огнедышащим персонажам мифов и легенд. Плеваться огнем он не умеет, зато обладает ядом, а также может похвастаться впечатляющими габаритами. Это одна из крупнейших рептилий, а также самый большой ящер в мире. Некоторые особи вырастают до 4 метров в длину и весят более 130 кило. Обычные ящерки и рядом не стоят с таким громилой. Комодский варан успешно пользуется своими габаритами и охотится безжалостно и беспощадно. Учитывая невероятные размеры, у него нет естественных врагов, поэтому сам он может напасть на любого. Излюбленное блюдо комодского варана – олени. Ящеры расправляются с ними особо жестоко. Нередко свою добычу они поедают заживо. А более мелких животных по типу небольших обезьян, комодские драконы могут проглотить не только заживо, но и целиком. Разве что буйволы и кабаны могут хоть что-то противопоставить комодскому дракону и нанести ему несколько травм, прежде чем отправиться в желудок монстра. С остальными животными у этой огромной рептилии проблем нет. Кожистая черепаха Морские черепахи – создание крупное, об этом известно всем. Но знаете ли вы, насколько крупными они могут быть? Ответ вам даст кожистая черепаха – рекордсмен среди всех этих медлительных созданий. Кадры с этими рептилиями ошеломляют. Поражаешься и даже не веришь тому, что такие черепахи действительно существуют. Обычный вес кожистой черепахи нередко превышает полтонны, а длина достигает двух с половиной метров. Рекордсмен всех времен и то был больше, взгляните на него. Он весил 916 килограмм, а в длину составлял почти 260 сантиметров. Это вам не миниатюрные домашние черепашки. Эти черепахи морские, поэтому они нередко сталкиваются с проблемой, знакомой многим другим водным жителям. Их выбрасывает на берег. Если все пройдет удачно, черепаха сама вернется в воду. Но если в процессе ее перевернет и она упадет на панцирь, то вряд ли перевернется сама. Отдыхающие на пляже тоже не всегда могут помочь. Нелегкое дело двигать черепаху массой в полтонны. Поэтому нередко на пляже вызывают рабочих с кранами и экскаваторами, которые помогают животным с помощью техники. А что насчет сухопутных черепах? Среди них тоже немало громадин. Главная из них – галапагосская черепаха. Иногда ее называют слоновой. Вполне подходящее название. Конечно, до массы настоящего слона этой рептилии далеко, зато ее вполне хватает, чтобы носить звание рекордно большой сухопутной черепахи планеты. Эти животные нередко весят более 400 килограмм и вырастают почти до двух метров. Обитают эти рекордсмены на Галапагосских островах, отчего и получили свое название. Хоть это место можно назвать раем на земле, самим черепахам не очень комфортно в своей среде обитания. Из-за жаркого климата на островах не такая густая растительность, поэтому гигантам приходится прятаться в зарослях под деревьями и в кустарниках. Друг с другом они мало контактируют. Исключение составляет только брачный период. Кстати, эти животные – одни из рекордсменов и в другом аспекте. Если вы подумали про продолжительность жизни, то угадали. Эти рептилии живут очень долго. Прожить сотню лет – вполне обыденное для них дело. А некоторые живут еще дольше. Например, галапагосская черепаха по кличке Гориета смогла прожить 176 лет. Она родилась в 1830-м и скончалась лишь в 2006-м, став свидетелем сразу нескольких важных эпох. И закончим тем же, с чего все началось. Крокодилами. А точнее, аллигаторами. Если вы не знали, то существует всего два вида аллигаторов. Китайский и американский. Китайские аллигаторы небольшие, поэтому речь пойдет о зубастиках из Америки. Они не такие крупные, как те же грибнистые крокодилы, но и не маленькие. Американские аллигаторы могут достигать 3-4 метров в длину при весе в 200 кило. Хотя так не кажется, когда смотришь на гигантских аллигаторов, разгуливающих по полям для гольфа в Америке. Кажется, что они намного, намного крупнее. Может, ученые все-таки ошибаются? На самом деле нет. Все дело в походке аллигаторов и структуре их тела, отчего они кажутся больше, чем есть на самом деле. Но были и по-настоящему аномальные аллигаторы. Например, гигант, которого поймали в Алабаме в 2014 году. Он достигал 4,8 метров в длину и весил почти 450 килограмм. Но даже это не предел. В 1890 году в Луизиане был застрелен огромный и агрессивный аллигатор, длина которого была 5,8 метра. Это даже больше, чем у Кассиуса, крупнейшего современного крокодила. Весил же тот монстр около тонны. По размерам это был скорее грибнистый крокодил, а не аллигатор. К сожалению, никаких фотографий рептилии нет. Поэтому мы можем только верить или не верить словам охотников, которые столкнулись с этим рекордсменом. Титанобоа Титанобоа – самая большая змея в истории, в существование которой довольно трудно поверить. Ведь вряд ли каждому из нас было бы легко вообразить гигантскую ползучую длиной в 10 метров и даже больше, которая прогуливалась по нашей с вами земле и пожирала все на своем пути. К слову о том, кем или чем питалась Титанобоа, результаты исследования останков показали, что здоровячка любила полакомиться крупными животными. Яда в ее организме не было. Титанобоа сжимала свою жертву при помощи своего аномального хвоста. Причем шансов на спасение из такого хвата было действительно мало. Даже если учесть тот факт, что в прошлом все существа были более крупных размеров, то змея все равно превосходила многих в габаритах. Внутри нее спокойно могли бы поместиться, к примеру, двое взрослых людей. Какое-то время Титанобоа покошмарила всех обитателей суши и поняла, что заниматься этим дальше ей не хочется. Туша стала слишком тяжелой, чтобы таскать ее по песку или земле. Решила змеюка вопрос очень легко и просто. Перебралась в воду. В других условиях обитания метод нападения змеи тоже поменялся. Так ученые говорят, что в воде она придерживалась тактики засады и резкого нападения. В общем, чем-то напоминала сегодняшних крокодилов. Титанобоа сидела где-то в засаде и ждала, пока жертва окажется перед ней. Потом за один резкий выпад она хватала цель с эпкими зубами и более уже никуда не отпускала. Но, как говорится, всегда найдется рыба покрупнее. И Титанобоа не стала исключением. Оказалось, что с ней в воде обитала так называемая черепаха карбонемис. По сути, это была первая версия каймановой черепахи с тем же рационом, скверными повадками, ну и опасными челюстями. Эти животные частенько устраивали разборку за территорию и за право питаться местной рыбой. Победителем из этой схватки мог выйти совершенно кто угодно. Просто вообразите битву гигантской черепахи и змии, которая весила более тонны и могла быть свыше 10 метров в длину. Представляете, что было бы, если бы Титанобоа не вымерли и жили сейчас где-то среди нас? Человек был бы для них вполне себе легкой добычей, а значит любое посещение воды было бы небезопасным. Даже корабли с лодками вряд ли спасли бы моряков или любителей рыбалки. Кроме того, если бы самая большая змея в истории не вымерла, то современная пищевая цепь могла быть нарушена. Многие виды животных пропали бы с лица земли за короткий срок. Скорее всего, змеюка жила бы ровно там, где и раньше, то есть в болотах. А значит, крокодилы, речные дельфины, да даже сухопутные животные, которые частенько приходят попить воду к берегу, все они были бы в опасности. Радует лишь одно. Эта змея вымерла много лет назад и в современном мире ее не существует. Даже вон, ученые готовы платить тысячи баксов за любое доказательство существования этой ползучей. Предоставляйте малейшее доказательство того, что она прямо сейчас где-то ползает и моментально становитесь богатыми. А может, зря весь мир так уверен в том, что Титанобоа больше с нами нет? Кто-то считает, она не могла так просто взять и исчезнуть с лица земли. И правда, что если эта ползучая прямо сейчас скрывается где-то под толщей воды на дне или прячется в диком лесу, куда не ступала нога человека? К тому же, есть целый ряд видео в подтверждение этой теории. Давайте взглянем. И что нам теперь делать? Мне кажется, что именно такой вопрос возник в головах всех тех, кто был рядом с этим фургоном в момент съемки видео. Люди остановили машину всего на пару минут, отошли к ближайшему озеру, чтобы набрать воды. Как вдруг, вернувшись, они увидели вот это. Невероятно крупная змея обвела фургон и постепенно его сдавливала. Пытаться ей противостоять было себе дороже. Вдруг она ослабит хват и переключится на людей. И вот как в такой ситуации поступать? Забить на машину нельзя, в таком случае люди не доберутся до дома. Но и лезть и пытаться как-то вмешаться тоже невероятно опасно. А как бы вы поступили на их месте? Пишите в комментариях. Одним из главных факторов, который заметили зрители прошлого видео в интернете, был тот, что змея не двигалась. Это не может не навести на мысль о том, что это обычный фейк. Люди каким-то образом окутали змею вокруг фургона и выдали это за то, что якобы она на них напала. На деле же, это было что-то типа макета. Повторюсь, я не уверен, что это был фейк. В любом случае, к следующему видео такой аргумент не подойдет. Так как тут змея вполне себе живая и ползает. Ее сняли где-то в джунглях Индонезии во время дождя. Говорят, что на видео настоящая титанобоа, которая выбралась наружу, чтобы восполнить свои запасы воды. Мол, змеюка скрывается от общих глаз, ощущая опасность со стороны человека. Если встреча между ней и людьми когда-то происходит, домой из очевидцев никто не возвращается. Вот так умело и тихо титанобоа заметает следы. Подстроить это видео уже не так-то просто, согласитесь. Все смотрится очень правдоподобно. Если это так, то кто был на видео? Для анаконды эта змея слишком большая, а массивнее ее никого нет. Что думаете? Дерево. Ползучие привыкли к тому, что они могут лазать по деревьям, пользоваться другими условиями окружающей их природы. В общем, делать все, чтобы добраться до потенциальной добычи тихо и незаметно. Но вот эта здоровячка явно позабыла о том, что весит она не пару килограммов, а где-то несколько сотен. Логично, что как только она забралась на ветку, та тут же сломалась и туша рухнула на землю. Судя по внешнему виду, этот монстр походит на титанобоа. Он такого же невзрачного оттенка, такой же отстраненный от остальных и голодный до схваток. В противном случае, так открыто по местности, змея не ползала бы. Знаете, обычно даже небольшие змеи размером около метра или двух могут слопать крупное животное. Их живот нереально раздувается, но с задачей те справляются. Так вот, представьте, кого при таком раскладе могла бы съесть эта громадина. Кажется, ей и слон поддастся, и жираф. Все эти видео смотрятся очень даже правдоподобно. Интересно, почему люди так и не могут официально задокументировать существование титанобоа? Быть может, за столь длительный срок жизни ползучие развили собственный интеллект и препятствуют разглашению этой информации? Ну что, мне начинают в это вериться, когда я вижу подобные ролики. Человек снимал крупную, но явно еще очень молодую змею. Он счел ее за подрастающую титанобоа. Как только камера добралась до лица, змея резко рванула в сторону объектива и нанесла удар. Змея сильно не хотела, чтобы это видео попало в сеть, но человек все же успел сохранить камеру и убежать от греха подальше. Знаете, я тут подумал, что с этими гигантами, которые к тому же могут быть и чрезвычайно умными, нужно действовать более радикально. Стоит отлавливать титанобоа, а не пытаться мирно заснять их на камеру или показать друзьям. К тому же, человечество не просто так изобрело потрясающие ловушки, с помощью которых удалось бы словить даже гигантского динозавра, бегая он по планете в одно время с нами. К примеру, вот зная, что в этом болоте обитает какая-то аномальная змея, местные поставили ловушку и установили перед ней макет курицы, довольно крупной пернатой, которой можно было неплохо полакомиться. Не прошло и суток, как ползучая повелась на приманку, выползла наружу, уже протянула морду к курице, но в последний момент поняла, что это ловушка. В очередной раз мы видим, как эти здоровые змеи обходят опасность стороной, и меня это уже начинает пугать. Как вы понимаете, ловушки змея на этом видео избежала, но сам факт того, что в момент она на нее клюнула, заставляет поверить в перспективность метода. Кстати, предлагайте свои варианты ловли титанобоа в комментариях. Главное, как мне кажется, не пытаться нападать на титанобоа в открытой местности, как в тех же джунглях Африки. Там эти змеи могут оказаться совершенно везде, даже там, где их никто не ждет. Таким образом, они совершат резкое нападение на человека еще в момент, когда тот будет устанавливать ловушку. Куда лучше вернуться к болоту или озеру и придумать что-то там. Вон, если не верите, посмотрите, какое чудище засняли в Африке. Пока я все это вам говорю, змея до сих пор взбирается по дереву, а ее хвост не заканчивается и не заканчивается. Неплохо поныряли. Желая встретить кого-нибудь экзотического, люди из следующего видео направились прямиком в Бразилию, а именно на территорию близ муниципалитета Бониту, поскольку это место славится своей чистой по меркам джунглей водой. Экстремалы опустились под воду, вооружившись камерой и баллоном с кислородом, и увидели вот это. Змея, которая была по меньшей мере 7 метров в длину, пряталась на дне реки. Что удивительно, она совершенно не проявляла никакой агрессии, и почувствовав это, люди стали наглеть. Доминиканский гигант. Ближе к концу прошлого года, на территории Доминиканской республики, была обнаружена змея, которая вполне может претендовать на звание самой большой в мире. Вообще, Доминиканская республика больше известна как теплый курорт, но теперь мы знаем, что там водятся и такие вот гиганты. Рабочие, занимавшиеся расчисткой джунглей, встретились с настоящим чудовищем, которое мешало им продолжать работу. Передвинуть змею самостоятельно они не смогли, поэтому им пришлось подключать технику. Рекордную рептилию подняли с помощью экскаватора. Когда змею удалось захватить ковшем и поднять в воздух, ее тело по обе стороны практически касалось земли. Неизвестно, к какому виду принадлежал Доминиканский гигант, но ученые считают, что он мог быть одним из местных удавов. Они известны тем, что нередко вырастают до 5 метров в длину. Однако эта рептилия была явно намного длиннее. Но даже для такого гиганта нашелся подходящий соперник. Его обнаружили в Индонезии еще в 2003 году. Жители деревни Куруксеву на острове Ява поймали питона длиной 15 метров и весом почти 450 килограммов. Можно было бы сказать, что индонезийцы преувеличивают, но в такие цифры все же верятся. Судя по кадрам, змея была по-настоящему огромной. В длину она была примерно такой же, как Титанобоа, доисторическая змея, считающаяся самой большой за все время. Правда, рекорд индонезийской рептилии не был подтвержден. Замеры производились только местными жителями, а не официальными представителями Книги рекордов. Поэтому невероятный питон – рекордсмен лишь неофициально. Неизвестно, что стало с гигантом и где он сейчас находится. Возможно, плодит таких же огромных змей, которые вскоре захватят всю Индонезию. Кто знает? Малайзийский питон Юго-Восточная Азия не перестает удивлять своими рекордными змеями. Следующую из них нашли в Малайзии, в штате Пинанг. В апреле 2016 года рабочие занимались строительством, когда наткнулись на невероятного сетчатого питона. Вообще, этот вид в принципе считается самым длинным среди змей. Сетчатые питоны часто вырастают до 5, 6 и даже 7 метров, но найденная особь превзошла всех. Как сказали строители, змея достигала 8 метров в длину и весила не меньше 250 килограммов. Им пришлось прилагать совместные усилия, чтобы сначала усмирить гиганта, а потом поднять его и попозировать с ним. После того, как были произведены замеры, этого питона неофициально признали самой большой змеей в мире на тот момент. Правда, рекорд продержался недолго. Всего через пару дней после того, как сетчатого питона поймали и доставили в местный серпентарий, он скончался. Официальные замеры так и не были произведены, но неофициально малазийский гигант однозначно является одной из крупнейших змей в истории. Сент-Люсийский полос Возможно, вы никогда не слышали о таком островном государстве, как Сент-Люсия. Оно расположено в восточной части Карибского моря. Теперь вы об этом знаете. А еще о том, что там обитает самая редкая змея планеты. Сент-Люсийский полос – очень немногочисленный вид. По оценкам, на данный момент осталось всего около 20 особей этого вида. Всему виной мангусты и черные крысы, которых люди завезли на остров. К 1936 году все привело к тому, что вид вообще объявили вымершим. Однако в 1973-м змей снова обнаружили. Сейчас вид находится в критическом положении. Прилагаются огромные усилия по сохранению и защите Сент-Люсийских полосов, чтобы они не вымерли полностью. Антигуанский полос До тех пор, пока Сент-Люсийский полос не стал самой редкой змеей в мире, этот титул удерживал Антигуанский полос. По сути, это сосед предыдущего полоса по Карибскому морю. Эти рептилии обитают на нескольких небольших островах недалеко от Карибского островного государства Антигуа и Барбуда. В конце прошлого века ситуация была ужасной. В дикой природе оставалось всего несколько десятков этих змей, поэтому защитники природы принялись за серьезные меры. После успешного искоренения хищных птиц из мест обитания антигуанских полосов, популяция этих змей увеличилась и сейчас насчитывает более 1100 особей. Кроме того, этих змей начали вновь ввозить на близлежащие острова. Что касается самой рептилии, Антигуанский полос – это коричневая, неядовитая змея, которая является абсолютно неагрессивной и простой в обращении. Ее рацион состоит почти исключительно из ящериц, которые живут на небольших прибрежных островах. Коротконосая морская змея Есть свои редкие экземпляры и среди морских змей. Коротконосые морские змеи обитают у побережья Австралии, на островах Ашмар и Кортье. Их можно найти в песчаных участках с небольшим количеством кораллов. Сейчас в это сложно поверить, но буквально 60-70 лет назад этот вид змей был очень распространен, однако к концу века популяция начала резко снижаться, предположительно из-за сильного обесцвечивания кораллов. Это привело к тому, что с 2001 года не было найдено ни одной особи данного вида, ввиду чего вид был признан вымершим. Лишь в 2015-м вид был открыт заново. Около одного рифа ученые нашли несколько коротконосых морских змей. Правда, с тех пор этих змей снова не наблюдали, поэтому, возможно, вид уже полностью вымер. Одноцветный гремучник На острове Аруба, неподалеку от побережья Венесуэлы, можно найти крайне редкую гремучую змею. Одноцветный гремучник находится на грани исчезновения. Считается, что в природе осталось около 200 особей, и еще примерно сотня находятся в неволе, но реальные цифры могут быть намного ниже. Популяция оставляет желать лучшего, и виной тому человеческая деятельность. У одноцветного гремучника осталось около 25 квадратных километров нетронутой человеком среды обитания. К тому же, введение кос на остров Аруба оказало негативное влияние на растительность острова и еще больше сократило среду обитания этих змей. Земле не один миллион лет, и до нас на ней обитало огромное количество гигантских созданий. Сейчас я расскажу вам о самых гигантских существах, обитавших в Древнем Океане. Мегалодон – известнейший древний монстр, который до сих пор наводит много шороху в кругах любителей загадочного и мистического. Тем не менее, если посерчить в интернете, можно наткнуться и на другие картинки монстров. Таких, кто чисто по внешнему виду будет не слабее мегалодона. К примеру, Блуп, вы просто взгляните на этого гиганта. Если он и правда существовал, разве кто-то мог составить ему конкуренцию? Предлагаю во всем разобраться. И начнем мы в таком случае с виновника торжества – мегалодона. Итак, эта доисторическая акула жила от 23 до 3,6 миллионов лет назад. Однако о ее существовании люди догадались лишь в середине 17 века. В то время исследователи начали массово находить гигантские зубы, разбросанные буквально по всей планете. Их собирали, делали из них украшения. Кто-то просто оставлял для коллекции. Никто и подумать не мог, кому они на самом деле принадлежали и какую ценность несли. Кому-то казалось, что это окаменевшие языки вымерших драконов. Однако один ученый взглянул на картину под другим углом и первым осознал, кому на самом деле эти зубы принадлежали. Мужчина реконструировал пасть по окаменевшим зубам, и в 19 веке акуле дали название, которое мы с вами прекрасно знаем. С развитием палеонтологии и биологии драматичная история мегалодонов вырисовывалась все более отчетливо. Люди поняли, что они были гораздо крупнее всех рыб и морских динозавров по меньшей мере в два раза. Просто представьте акулу длиной более 15-20 метров и весом превышающим 40 тонн. При этом зубов у нее так же много, как у современных хищных акул, но вот их длина. Она заслуживает особого внимания. В среднем зубы имели длину 12 сантиметров, а самые большие зубы мегалодона имели длину почти 20 сантиметров. Сила укуса мегалодона превышала 108 тысяч ньютонов. Это в несколько раз больше, чем у современной белой акулы. Единственной, кого можно назвать более крупным по отношению к мегалодону, так это современного кита. Только вот синий кит – добряк, который поедает планктон, а акула – агрессор, которому подавай плоти да побольше. Из-за таких амбиций и в то же время возможностей, эти морские обитатели с легкостью дробили черепа и грудные клетки китов и панцири гигантских черепах. Их ограничивала лишь колоссальная туша и мелководье, куда они не могли протиснуться. Блуп После такого описания мегалодона может показаться, что его уже никому не переплюнуть, но я бы не спешил с выводами. Всемирно известный исследователь океана Жак Ив Кусто рассказал, что мимо их батискафа однажды проплыло огромное существо длиной примерно 300 метров. А норвежский путешественник Тур Хейердал как-то рассказал историю о том, как он, находясь внутри подводной лодки у берегов Перу на большой глубине, однажды ночью услышал странный ужасающий гул. Тур проснулся и увидел в иллюминаторе, как мимо подводной лодки проплыло нечто гигантское и светящееся. Вы правильно поняли, оба человека говорили про блупа, невероятного морского обитателя, настоящие размеры которого никто так до сих пор и не смог оценить. Однако, если бы ученые верили словам лишь двух каких-то людей, пускай даже известных, наука за короткие сроки сошла бы с ума. Совсем скоро случилось то, что заставило ученых со всего мира всерьез заговорить о том, что блуп существует. Тот гул, о котором рассказывали путешественники, удалось записать. Произошло это в 1997 году. Гидрофон поймал звук, доносившийся из глубин Тихого океана. Этот гул слышался на расстоянии 5000 километров и очень напоминал звук, который издают киты. Однако известные нам существа банально не имеют такой силы или размера, чтобы их звук был слышен на столь дальнем расстоянии. Вероятно, тут стоит вопрос о ком-ком-то куда более крупном, куда более опасном и сильном. Тем не менее, наряду с фантастическими версиями о невероятно большом существе появились и слухи, согласно которым виновником торжества вовсе была мать природа, а не живое создание. Однако рациональных причин найти до сих пор не удалось. Поэтому большинство людей сошлись во мнении, что эти звуки издал блуп. Говорить о том, как он выглядит и на что способен практически бессмысленно, ведь никаких официальных данных или останков до сих пор не удалось найти. Но если поверить словам ученых и допустить, что блуп был в длину даже не 300 метров, а хотя бы 50, это уже в несколько раз больше, чем мегалодон. И какой бы опасной акула древности ни была, блуп попросту проглотил бы ее, как какую-то мелкую рыбешку и даже не заметил. Поэтому вполне вероятно, что самые страшные подводные существа обитают в морях и океанах по сей день, а не являются вымершими. Наряду с мегалодоном в древности существовали другие опасные существа, про которых вам тоже будет интересно послушать. О самых необычных и мощных из них вы узнаете далее. Около 150 миллионов лет назад в водах Мирового океана плавал плезиозавр необычного вида, который называется Predator X или Хищник X. У этих существ был характерный двухметровый череп, сила укусов в четыре раза мощнее тираннозавра и длина, достигающая 13 метров. Все это делало их одними из главных хищников вод, которым никто даже в теории не мог что-либо противопоставить. Исследователи называют этого плезиозавра самым опасным хищником, когда-либо патрулировавшим Мировой океан. В свое время он был морским царем рептилий, доминатором, питающимся крупной добычей. На иллюстрациях его изображают с собратом в зубах, потому что в ходе одного из исследований люди нашли позвонок плезиозавра с застрявшим в нем зубом представителя этого же вида. Что стало другой загадкой для ученых, так это ласты чудовища. Рассчитав их гидродинамические свойства с использованием аэродинамической трубы, Палеонтологи пришли к выводу, что для передвижения монстру было достаточно двух ласт. Почему же у него их было четыре? Вполне вероятно, что это создание было довольно умным и пользовалось двумя другими как руками, помогая себе в непростых ситуациях. Сарказух Чтобы понять, насколько следующее существо было мощным и непобедимым, можно провести аналогию с современным миром. Все мы знаем грибнистого крокодила, опаснейшего, крупнейшего и главного наземного хищника Земли. Почему главного? Да потому что это обладатель сильнейшего укуса в животном мире. Расчетная сила сжатия челюстей крупного самца грибнистого крокодила массой 1300 килограмм составляет от 27 до 34,5 тысяч ньютонов, что эквивалент, например, на 3,5 тысячам килограммов. Так вот, все мы знаем этого силача. Сарказух же есть не что иное, как его копия, только из древности. А поскольку это копия прошлых времен, то она была куда крупнее, мощнее и ловчее. Древние крокодилы гоняли не тигров, оленей или кабанов, а гигантских динозавров. Этот монстр мог достигать 9 метров в длину и весить более 3 тонн. На сегодняшний день все еще существует некоторая неопределенность в отношении реального размера сарказуха, потому что нет полных окаменелостей этого древнего зверя. Все, что удалось найти ученым, это череп и бедренные кости. Но даже при этом он был примерно вдвое длиннее и в три раза тяжелее современного грибнистого крокодила. Излюбленным методом охоты сарказуха была засада и последующий молниеносный выпад из нее. Если в случае с черепахой, даже крупной доисторической, ничего опасного для крокодила произойти не могло, то вот динозавр все-таки мог дать сдачи. Чтобы не оплошать, сарказух получил от природы доспехи из толстого слоя костных чешуек, которые покрывали его тело от шеи до середины хвоста и надежно защищали рептилию от укусов хищных динозавров. Мазазавр – еще один из самых опасных хищников всех времен. С его останками, в отличие от того же Блупа, дела обстоят куда радужнее. Еще в 18 веке люди нашли его первые ископаемые останки. Так они поняли, что мозазавры – древние, крупные, мощные и очень быстрые хищники, которые превосходили по весу и размерам большинство динозавров и морских обитателей. Высокая маневренность морского монстра и острые зубы не позволяли жертвам ни уплыть от него, ни дать отпор. Так или иначе, мозазавр оказывался проворнее. Когда он хватал свою цель зубами, это можно было считать безвыходной ситуацией, поскольку сила его укуса была столь велика, что мозазавр ломал кости и разрывал мягкие ткани любого существа за считанные секунды. Но не только морские обитатели подвергались его нападкам. Птицы, которые любили полетать невысоко над водой, тоже становились обедом мозазавра. Его потрясающие плавники позволяли выбрасываться наружу и хватать цель на расстоянии до нескольких метров над водой. Мегатерий Это существо достигало 6 метров в длину и весило до 4 тонн. Несмотря на то, что оно было столь массивным, альтернативное его название сразу разрушит ваши страхи. Это был гигантский ленивец. Как и его современные собратья, он питался растительностью и был довольно медлительным. Мегатерий обладал очень крепким скелетом, крупным тазовым поясом и большим мускулистым хвостом. Ходил по земле он на лапах. Хвост же служил ему чем-то вроде дополнительной опоры. Тут дело было не только в его лени, но и в огромных когтях на лапах, из-за которых носиться по земле ему было крайне неудобно и болезненно. Когти, к слову, достигали почти 20 сантиметров в длину. Когда, наконец, своей неспешной походкой наш герой добирался до понравившегося ему дерева, он опирался на хвост, вытягивался во весь рост и с помощью передних лап пригибал ветки к низу, постепенно объедая их. Передние лапы также использовались им для рытья ям в земле и добычи корнеплодов. А еще, из-за особенности крепления мышц на лапах, ученые пришли к выводу, что древние ленивцы могли наносить передними лапами сильные и быстрые удары. На этом все. Напишите в комментариях, какое существо или животное впечатлило вас больше всего. И спасибо за просмотр.